представьте себе что что у меня нет денег и приходится воровать планшет из машины это очень удобно потому что реально планшеты в этой тачке очень даже ничего тяжелые увесистые и самое главное снимаются и работают абсолютно автономно поэтому еще сделаем по-другому я сейчас кучу режим модема зайду в настройки планшета чтобы показать вам что он автономный максимально миллер подключено теперь что мы делаем кроме кучи настроек абсолютно мы еще имеем не фиговое управление автомобилем прямо отсюда я могу найти что-то более интересное например сайт рукфеллоу 210 и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это Q7 Я считаю, наверное, это самая лучшая машина на сегодняшний день, которая может быть Она уже на джойстике, на кокпите, как вы видите Много там дюймов Я не помню точно сколько она есть На выезжающем экране, с навигацией Но все равно еще на кнопках Некоторые детали, конечно, есть уже сенсорные Типа климат-контроль и другие вещи Но все равно она почему-то отстала от новой А8 А ей еще быть на рынке очень долго Вы скажете, это минус? Нифига, это плюс Q7 это топовая тачка, как вы видите Ну и все они 17-18 годов Но я сегодня вам покажу совсем иную генерацию Сегодня у меня на тест-драйве новая А8 Long Хотя нет, давайте не так На собеседовании Новая А8 Long На месте Ауди задача не сохранить своего клиента Который всегда ездит на Ауди Потому что от Ауди не отказываются Задача переманить другого То есть как объяснить немцу Или другому гражданину другой страны Который любит немца Пересесть в другого немца Нужно сделать что-то сверхъестественное Какую-то новую машину Которая позволит забрать другого клиента Так как, по моему мнению Это самое важное Обычно это тяжело Потому что люди, которые привыкли ездить На других немцах BMW, Mercedes, Porsche Или на итальянских машинах Типа Quattroport Они считают Ну, мультимедиа у меня тут похуже Ну, ничего страшного Я люблю эту машину Ну, там мне сильно мягко Я хотел бы сесть за руль, но мне неудобно Ну, я люблю эту машину Давайте возьмем Mercedes Также еще хотелось определиться Для кого же эта машина все-таки Потому что обычно владельцы Audi В 90% случаях По моему мнению, опять же Садятся за руль И чья же эта тачка Кому она принадлежит? Водителю или пассажиру Заднего ряда сидений? Хорошо разгоняется Тот, кто говорит, что Мало динамики Неправда Для того, чтобы ездить за рулем И для того, чтобы сидеть сзади Реально дофига даже Я бы сказал Тем более, где у нас тут ездить? Вот только по Бориспольской разве что? Итак, А8 Long Это стиль Даже для водителя Я, например, ездил был на длинной базе Вот честно Садил бы сзади семью Они бы смотрели себе удобно На массаже Телевизор Ну, в общем, как-то так бы это выглядело Ну, для водителя это очень прикольно Опа! Асечка, здорово! Выйди отсюда, я сказал Выйди нахрен Ты же не видишь, что я снимаю Так вот Водителю осталось недолго быть водителем Потому что грядет время перемен Это автопилот Тут он уже, как говорят, там какого-то третьего уровня Если честно, нельзя протестировать Как это работает на самом деле У нас тут нет кнопки Она должна быть, но ее нет Ну и плюс тормозит законодательная база Многих стран Германия говорит, что только у них можно высачивать А нигде рядом уже нельзя В общем, мы ждем автопилот Я, например, жду с опаской Потому что не хочется, чтобы Руль, педали куда-то убежали Хочется иметь отношение к управлению автомобилем Сидя сзади, ты не управляешь машиной И не понимаешь, когда же на самом деле Водитель нажимает на газ или тормозит Поэтому самое правдивое ощущение Когда ты сидишь на заднем диване Что касается резкого старта Кайфуха Если правильно стартовать Она может сделать это очень быстро И даже прокручивает колеса с места Приседает такая, как скотина И потом рвется вперед Касательно торможения Задний пассажир, конечно же, больше это чувствует Чем водитель Но здесь почему-то Она каким-то образом так распределяет тормозные усилия Что я, сидя сзади, кайфанул даже от торможения Такую себе перегрузочку получил легкую Очень хорошо работают все системы устойчивости Вот я пытался сегодня и так закинуть, и так закинуть В общем, и пройти некую связку поворотов И ехал долго по кругу Для того, чтобы понять В какой момент какая ось даст сбой Понятно, что это случалось с какой-то периодичностью Но она все равно выравнивалась То есть даже при смещении всего кузова На метр, полтора, иногда два Систему выравнивали машину Она стабилизировалась То есть для того, чтобы потерять ее Реально потерять Надо прям напрягаться Теперь этот мотор не с компрессором, а с турбиной У него 340 сил 500 там с чем-то момента Причем в широком диапазоне по оборотам Она достаточно быстро разгоняется И те, кто говорят, что этого мало Я не верю Потому что 5,7 в случае лонг И 5,6 секунд Здравствуйте И 5,6 секунд в случае коротыша Реально это нормальное время У меня была шестая 3.0 TFSI, которая разгонялась за 5,5 А шестая на порядок легче Эта штука весит 2 тонны Ну, снаряженная масса А, так вот Кому не хватает 3 литра турбо И 340 лошадиных сил Вы знаете Тогда не покупайте эту машину И не говорите Блин, что так медленно Я бы на вашем месте подождал бы В8 Представители Ратиформа в Украине Ратиформ UA Предложили мне спонсорство Ну, как и Мэдмайку Как и Мэтту Филду Мэтмайк из Австралии Мэтфилд едет в Формуле Дрифт Если вы знаете рыжеволосую Прекрасную порно-звезду Она тоже любит Ратиформ Или Ратиформ любит ее У нее прекрасная ламба Такая супер-блестящая, офигенная Один из представителей Ратиформа Серый Собирает свой демо-кар Это Гольф Вольфваген Гольф Который будет на Ратиформе Выкрашенный там На стенсухе На всех этих вещах Задача такая Мы там забираем те диски Которые они на данном этапе Предлагают мне на Терезу Смотри какая ракета Ну это литье тоже Короче вот серый предлагает Вот эти колеса бахнут на Терезу Но я хрен его знает Надо было сейчас посмотреть Чем мы сейчас и займемся А сюда мы вернемся в пятницу Когда тут будет чисто Тепло На 7 часов вечера Давай мы Короче какая ситуация Мы привезли два диска Ратиформ Который CCV CCV называется модель Она такая более стенсерская И это вызов Да вот Валить бока на стенсерских колесах Есть одно но Есть вопросы с весом И мы сравнили колеса CCV С теми которые у нас есть А там у нас Japan Racing От Wills Boutique Там у нас какая-то рожа рота Непонятно что И Enki Которые весит просто ни хрена Просто ничего не весит Поэтому с ними даже сравнивать Не подходит Мы сейчас все равно Прикинем независимо от веса Эти колеса к этой тачке Для того чтобы понять Вообще голова в ту сторону Думает в плане Агрессии и неактуальности То есть стенсерские колеса На дрифтовой тачке Или не в ту То есть красиво это Или некрасиво Если это красиво Наверное все равно Не судьба ездит на этих колесах А если это некрасиво То значит все стенсеры Могут прижать и забирать Эти колеса прямо у нас тут В No Motors Или обращаться в Ратиформ UA Ну красивое же колесо Посмотрите Реально красивое колесо Но с весом ничего не сделаешь Потому что вес это вес К сожалению Стенсеры будут довольны Клянусь Ну хотя мне В жопу мне не нравится Как выглядит Товарищи Это была Версия 1 Версия 1 Сломать шаблон Называется Типа В жопу Ворки Да Как то так Ну версия 1 Конечно выгодит ничего Но не то что нужно Поэтому Версия 2 Водителю очень комфортно Теперь все окружает Тебя куча экранов Раз Два Три Все абсолютно сенсорное Выбор Освещения Выбор Света фар Никакая кнопочка Не нацарапана Не торчит Теперь мне надо Физически Вот повернуть туда глаза Нажать на конкретную кнопку И оторвать взгляд от дороги Мне кажется это проблема Я за джойстик Они 10 лет там собрались 10 тысяч человек И реально размышляли Как будет удобнее Вот эти экраны Или вот те экраны Кликабельные Некликабельные То есть они же смотрят Вперед Точно не я Мы воспринимаем Эти машины Как машины будущего И подстраиваемся под них И кстати За это все отвечает Там куча процессоров Какие-то NVIDIA Ничего вам не напоминает Можно из этого всего Сделать огромную ферму И майнить что-нибудь Мы едем по Бориспольской трассе Достаточно быстро Она вот так набирает скорость Но при этом Ремень постоянно подтягивает Если видит он какую-то машину Ну если датчик И сонар вернее Видит какую-то машину перед нами Он показывает мне кучу значков Отпусти педаль Аккуратно препятствие Если долго не буду держать руль Она будет пикать Вот например Я сейчас отключил Половину ассистентов Типа там Лайн ассистент Который отвечает за Разметку и зарядность Это все тут есть Все есть Или опционально Можно все это доставить Но самое главное Не в этом Самое главное В автопилоте Которого нет Тут даже есть Кстати Подруливающая задняя подвеска Когда вы поворачиваете На маленькой скорости Совершаете разворот Задние колеса Поворачиваются в противоположную сторону Таким образом Уменьшая радиус разворота Если на высокой скорости То она как будто так Раз И в одну сторону колеса Перестраивается Но если честно Мне эта позиция Не сильно нравится Как и с шумоизоляцией Расклад Все что занадто То не здраво Знаете Есть такая тема И если на большой скорости Это еще как-то Выглядит Логично И резко Вот так вот Например То на маленькой скорости А задняя часть автомобиля Как будто едет Не туда Куда мне надо Касательно Эконом режимов Вы же помните Эту тему Зелененькая Во всех Ауди И не только Когда Отпускаешь газ Она показывает Ой какой классный режим И вот она типа так катится И таким образом Мы экономим Топливо Так вот Здесь она прям Бьет по педали мне И говорит Вася перестань Такая себе Вот Загорается зелененькая Педаль еврей Короче Тут вообще все сенсорное Так вообще нет Ни одной нормальной кнопки Хорошо что оставили Вот крутилки Люблю крутилки Там громкость Звук Ну вот Компьютер Типа бортовой Но При этом Все в лаке Еще обратите внимание И Очень мало Таких панелей Из которых Можно было сделать Что-то спортивное Почему я об этом говорю Потому что Самая аж офигенная Версия Восьмерки Это С8 И я себе не представляю Во-первых Как она будет выглядеть Снаружи И не представляю Как она будет выглядеть Внутри Учитывая Что тут все такое Консервативное Супер Ультра Современное И в это все Каким образом Влезет Скажите мне Красная строчка И карбон Вообще Вообще не слышно Выхлопа Я не понимаю Вот сейчас Я нажимаю И Вот чуть-чуть Я слышу мотор Такие какие-то Отклики И вы кстати Видели Как нас надурили Там сзади Типа заглушки Как будто выхлоп А на самом деле Выхлопная система Ну последние Крайние патрубки Находятся Спрятаны под ним Если они сделают То же самое С С8 Я реально приеду И разнесу Все их производство Потому что С8 должна передеть Причем отменно передеть И выхлоп должно быть видно Короче Вот из свеженького Вообще бомба Это ручки Которые Вот не надо прям Клацать сильно А ты только дотронулся Там миллиметр подвинул И дверь сразу отпрыгивает Причем там На какое-то даже расстояние А вот эта вот тема Которая моргает И отвечает за слепую зону Еще и тихо там Еще и отвечает За безопасность Открытия двери Ну вот таким-то образом То есть если там едет Какая-то Желтуха с коляской Ну невменяемая Да по дороге Ты открываешь дверь То дверь Делает какую-то задержку Там до секунды Для того чтобы Ты там не убил Кого-то Или не зацепил Короче все по умному Еще Что меня убило Это машина Какая-то Социальная сеть Тут есть аккаунты То есть им не хватает Вот этих двух Кнопок Типа Которые запоминают Ну memory Которые запоминают Посадку Там руль Вот эти вот все вещи Тут еще есть аккаунты Восемь или девять До девяти вроде бы штук Которые подвязаны К твоему ключу Где он Этот ключ Короче подвязаны Вот к этому ключу Подвязаны к этому ключу И ты садишься И она тебя спрашивает Валерчик типа Это вообще Твой аккаунт Все ли правильно И ты нажимаешь Окей Вот здесь вот И все происходит Только разница в том Что подстраивается Не только посадка Руль Зеркала Подстраивается Вся система То есть выбор Полностью всех настроек Которые ты Задал под этот аккаунт Товарищи По поводу зарядки Я помнится Мне в сентябре Смотрел презентацию Apple И когда презентовали AirPower Это типа вот такая Большая фигня На которой можно заряжать Беспроводным путем За счет Стеклянного там Стеклянной жопы Айфона И других гаджетов Которые таким образом Уже заряжаются Это типа Apple Watch Заряжать Беспроводным путем После этого Apple вывела на экран Автомобильных партнеров Ну и других там Партнеров Которые будут Пользоваться Этой технологией У себя В следующих моделях И Ауди там точно была И я не понимаю Где Эта долбанная зарядка Куда присунуть Вот что ты тормозишь постоянно Куда присунуть Этот десятый Айфон Беспровода Чтобы она могла Заряжаться Эта мобила Тут ее нет И я не понимаю Когда это Появится Ну может я тупое Не нашел Я не знаю Если вы найдете Напишите Мне обязательно Об этом А где мы находимся? Где мы Это какой-то Короче Бокс Непонятный Непонятный Бокс И самое интересное Что хрен сюда доедешь На низкой тачке То есть надо реально Быть специалистом Бокс называется Дроп мод Воркшоп Чем занимаются парни? Парни занимаются Вот этим Парни делают Парни делают Из страшных машин Красивые машины Но не всегда Красивая машина Должна быть Красивой Красивая машина Может быть и страшной Обратите внимание Пожалуйста Это сука Какашка Монстр Которая заполонила Весь инстаграм Но на самом деле Приперлся я сюда Не для этого Приперлся я сюда Потому что наш партнер Серый Который представляет Ратиформ В Украине У него есть Volkswagen Golf Белый И он типа Вот на всей моде Сделал из него Значит белый мат Под наклеечку Там все забацал И сегодня Закрытая презентация Короче этой тачки На фендерочках На сплитерочках 1.4 турбо Под 300 сил Где-то примерно На палке Она нормально валит Насколько я знаю Но мы это проверим Чуть позже На супер охрененных Ратиформах С наклеечками Что мы тоже Спиздим для себя Своруем для себя Понятно что теперь Все валят под фендеры В стиле Полу рокет бани Но это Не главная задача Этого места Главная задача Этого места Сделать низко Красиво И ровно И если на Терезу Мы прикидывали Конечно же Чисто для стиля CCV Это такие более Стенсовые колеса И кстати Вы можете их Без проблем приобрести Их снять из производства Не пропустите свой шанс А потом все-таки Остановились на KPS Это более такая Спортивная версия То здесь Это BLQ БЛК Которые максимально Подходят для гольфа Короче Я высадил серого Который представляет Ратиформ в Украине Под новой почтой Которая работает В субботу До 6 часов вечера И еду на No Motors За серым С бусом Ну за кремцем И если Мы не успеем Приехать к 6 То он будет стоять На улице Перед воротами С 10 дисками Теперь какие задачи Мы едем за дисками Спасибо серый Спасибо серый Мы на бусе За какими дисками За какими дисками Куда ты летишь Блядь Серый тормози Значит Новая почта Номер 18 Не закрывается В 18.03 Потому что Мы приехали За ратиформом Вот так Достань Родненькие Ты не подумаешь Я не хочу носить Твои диски Да? Иди Доставлено Присаживаемся Ну я тебя поздравляю Сань Скажи Чего ты называешь Меня блогером Я же не блогер Ну ты с камерой Стоишь вот так вот Перерывал Это что значит Что я блогер? Блядь Тут либо блогер Либо вот эта болезнь Когда селфи Делаешь 10 раз На фиг Давай Вот О Значит КПС В 18.00 Радиусе 9.5 Ширина ЕТ 35 Это на 10 меньше Чем Энки белые Которые стояли И Жирок Ну да Вот вы видели Какие они были А какие станут Мы еще не знаем Все Эти хорошо Весят Нормально 11 килограмм За ягод Не энки Но Зато крепкие Очень Ну да Сейчас мы тут изучим какие новшества у нас появились сзади и насколько тут удобно мы сейчас попробуем опустить сидушку подвинуть ее вперед видите как я еду и когда у меня заканчиваются все силы мы еще сейчас опустим чуть жопу уедем мордой и можем подвинуть переднее сидение скажем так, вот видите подвинем переднее сидение чтобы было удобно управление сидений полная регулировка сидений подогрева, вентиляция, все что угодно здесь есть также массаж о боже мой, волна круговые движения эластичность, отдых плечи, активация это все режимы массажа, чтобы вы понимали и, сука, оздоровление оздоровление чего мне интересно, очень неплохо вот я оставляю массаж и продолжаю с вами разговаривать значит баланс климата сидения это типа что-то среднее между вентиляцией и подогрева насколько я понимаю значит шторками можно отсюда управлять ну все мультимедиа типа я имею ввиду радио, телевизор еще очень прикольно, что можно контролировать освещение можно контролировать диодное освещение причем они теперь немножко выпендрились и можно, так сказать, уменьшать или увеличивать пучок света, который вот падает куда-то и еще и контролировать куда он будет светить типа вот сюда куда-то, назад или вперед мне очень нравится, что есть сразу розетка на 220 вольт тут можно зарядить, так сказать, как минимум камеру который мы снимаем и стыдикам да, Вайда? кстати, в этой тачке это диван это не двухместная машина можно вот так откинуть и посадить тут какую-то малую еще прикольную но ей придется раздвинуть ноги потому что туннель есть туннель хотя откуда я знаю может и туннель и зайдет в более крутых версиях ну это как опция уже идет есть тут кнопочка которая откидывает значит переднее сидение откидывает вот тут вместо полки такую, как знаете, полочку ты туда ноги кладешь и эта скотина массирует ступни то есть ты едешь вот тут скучаешь, как я сейчас оздоровление ноги кладешь на полочку и я не понимаю, куда можно доехать в таком состоянии то есть, а еще если достать подстаканники то есть, грубо говоря, у тебя 220 никогда в жизни не сядет твой смартфон чтобы смотреть что-то интересное, да? тут у тебя бухло здесь ты прячешь еду сюда ты кладешь ноги и массирует тебе оздоровление а вместо вот этого, как мы говорили посадить можно какую-то опокольную малыху которой придется раздвинуть ноги потому что туннель голова помещается тоже у меня же голова не из простых и животик присутствует я поэтому в пальто сегодня, чтобы вы не видели насколько хотя вы знаете, тут сзади обычно живота-то сидят давайте без этого так вот, коротко по поводу лимузиности этого лимузина вполне он лимузибельный я вам так скажу очень даже вот, например, в предыдущих моделях которые поменьше типа А7 и А6 сзади вообще невозможно сидеть массаж опять вернулся ко мне ой ну и наклон сидения теперь чуть другой мне кажется, что сама сидушка стала чуть ниже такая приближенная к домашнему дивану все равно при этом все консервативно без вот этих дополнительных подушечек ультрамягких подголовников мне кажется, что лимузин в понимании Ауди это что-то среднее между БМВ и Мерседесом такой себе баланс наверное, Ауди можно рассматривать как баланс баланс между всем спортивный автомобиль удобный автомобиль комфортный автомобиль современный автомобиль с ультрамодными технологиями и при том, которые все работают они все работают ничего не глюкануло ничего не притормозило тем более, что вся система переведена на русский язык а вы знаете, что с этим бывают сложности у других марок так сказать, представленных в Украине эта тачка заслуживает уважения как от заднего пассажира так и уважения от того, кто сидит за рулем потому что сзади ты кайфуешь и не обращаешь ни на что внимания может тебе и не нужно, если не умеешь ездить а водитель здесь, конечно же, оснащен всеми ассистентами и помощниками осталось только заднему пассажиру если он владелец этой машины чуть-чуть доплатить для того, чтобы водителю было полегче зачем только? ну скажите, ну правда же она красивая? ну вот вроде бы ничего особенного но Audi именно этими отличаются всегда супер офигенная оптика на пленочных диодах между прочим вот так она встречает вот так провожает и я понимаю, что это уже не новая тема все пользуются диодами и оптика теперь как отдельная дизайнерская структура я думаю, что это настоящее искусство теперь у кого круче оптика, тот и папа завершение нашего собеседования могу сказать точно это очень хороший лимузин новая генерация Audi я думаю, что BMW, Mercedes и всем остальным чувачкам типа Porsche и Maserati стоит задуматься надолго ли хватит таких нововведений? это вопрос а вот ну да наверное да это были вообще с а я и Субтитры создавал DimaTorzok